15 сентября вышел очередной приказ о зачислении иностранных студентов в Казанский федеральный университет по направлениям бакалавриата и магистратуры. На сегодняшний день их количество составляет уже более 10 тысяч человек. Из них 2 тысячи будут учиться по бюджетной форме. Прием студентов будет продолжаться до 31 октября. Однако уже ряд направлений по подготовке закрыт. Это основные медицинские направления и лингвистику. Конечно студенты поступают, но у нас примерно сейчас по первому курсу 45% студентов, первокурсников по сути остаются в своих странах, потому что пока действуют миграционные ограничения и обучаются они дистанционно с использованием платформ Майкрософт, тем, с тех онлайн курсов, которые заработали наши преподаватели. Отметим, что лидирующую позицию заняли студенты из Китая, количество которых увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом. Также выросло число студентов из Египта и Латинской Америки. При этом у нас растет диверсификация. Если в прошлом году у нас буквально 3 страны занимали 70% всего приема, то в этом году эти 70% занимают уже 12 стран. Это действительно хорошо, потому что наибольшее значит, что растет мультикультурность нашего кампуса и растет разнообразие. Разнообразие всегда здорово для университета. Для иностранных студентов проходят не открытых дверей. Они транслируются в Zoom и на YouTube-канале. Они проходят сейчас на русском языке, потому что, прежде всего, ориентируются на страны, содружества независимых государств, наших ближайших партнеров. Но в конце недели они пройдут на английском и на китайском языке, в том числе завтра, поскольку я помню. Далее мы вступим в волну уже вступительных испытаний сентябрьского и, конечно, дни открытого времени проведем в октябре, перед, за неделю, наверное, до основной волны экзаменов октябрьской. В сентябре вступительное испытание будет проходить с 21 по 28 число. Кристина Надышина, Фарид Захитоглы, Универы Ньюз.